Приветствуем вас, друзья, те, кто нас смотрит. Я рад вас видеть в нашем эфире, в нашей передаче. Добро пожаловать на территорию Божьей славы, исцеления, пробуждения. И сегодня мы продолжаем нашу тему божественного исцеления в этих передачах, в серии передач. Мы с пастором Сергеем Марининым, пастором из города Саратов, Церковь Слова Жизни, основательного движения исцеления священники Господа, говорим о божественном исцелении. Мы провозглашаем это исцеление и пророчествуем, что вы будете ходить в исцеление. Да, пастор? Да, да. Я принимаю этот вызов ходить в исцеление, нести исцеление, потому что это и есть Евангелие, которое мы распространяем. И я очень рад, что мы сегодня обсуждаем эту тему. Я считаю, что это актуально. Мы в течение нескольких лет участвовали в конференциях, которые вы проводите в нашей церкви. Я лично и люди, которых я знаю, в конференции, которая называется Ассамблея исцеления. И в рамках этих конференций мы видели, как вы реализовываете такой проект, как Комната исцеления. И я слышал удивительные отзывы, когда люди приходили с проблемами, но при этом ничего не говорили о проблемах. Когда ваши служители, которых вы снаряжаете, обучаете, они прямо в точности говорят, в чем проблема, пророчествуют, говорят, там, прошлое, настоящее или будущее, и исцеляют болезни. И вообще, ну, такого я не видел. И мне интересно, как вот вы к этому пришли, какова идея и какое будущее вы за этим видите? Я лично всегда мечтал двигаться в исцелении через дары Духа Святого. Особенно мне нравится исцелять через дар знания тогда, когда я не спрашиваю человека, а Дух Святой может мне показывать. И это поднимает веру, веру во мне, веру в человека, который пришел ко мне. Это как бы активирует веру. И человек, он как бы находится под таким впечатлением, на самом деле, когда ты перечисляешь какие-то проблемы. И это Дух Святой. И как мы пришли к этому, мы просто приняли решение, что мы так будем делать. И я верю в то, что на комнатах исцеления, как и на любом другом служении, есть помазание от Бога. И мы сами по своей вере, мы заряжаем вот этот уровень, а как бы ты хотел. А мы сотрудничаем с Богом таким образом. И мы начали это культивировать, мы начали это практиковать. Это не значит то, что вот именно только так. Там они могут и спрашивать. Но распространенный вот, ну как бы такой подход. И то, что мы делаем комнаты исцеления, это не только в рамках вот ассамблеи исцеления. Вообще на базе нашей церкви эти комнаты, они уже работают какое-то время. Достаточно активно, уже сотни-сотни людей, они прошли через эти комнаты. И цель одна, это снарядить. Снарядить и научить людей. А однажды я увидел просто от Бога, когда Он начал говорить, я хочу, чтобы ты создал поток вот этих делателей. Делатели на самом деле, они не падают с неба. Их нужно готовить, их нужно тренировать. И мы избрали, вот взяли такой инструмент, создали эти комнаты. Тем более, несколько лет назад Бог проговорил мне, я хочу, Он говорит о том, чтобы ты начал Дома исцеления. И тогда это для меня было вообще что-то. Я не думал об этом. Да, мы двигались в исцеление, но что за дома? И я начал молиться, размышлять об этом. И начал ездить по разным церквям, у кого есть подобный опыт. И я нашел, я нашел. Я был в разных деноминациях, которые делали такие дома, такие пансионаты, здоровье. Вот, я посмотрел разный опыт. И что я увидел? Я увидел, знаешь, ну, такую сложную систему, достаточно ресурсную, финансовую, очень емкую. Но в какой-то момент я понимал, что мы должны все, что связано с исцелением, делать очень гибко, очень легко, что можно быстро передавать другим. И через какое-то время, когда я проехал, я не был удовлетворен, то, что вот мы должны построить какое-то здание, или там какой-то пансионат открыть, или какие-то койки где-то поставить. Все всегда, чем я занимался, я чувствовал, что нужно передавать, нужно передавать, распространять, как можно легче. И тогда даже, вот, ну, несколько лет назад я столкнулся с опытом комнаты исцеления, когда мне с Украиной прислали вот такую пачку материалов, как открыть, как там войти в их федерацию, там, говорят, там целая, там целая такая, ну, штука. И я подумал, когда я вник, и вот во все эти документы, во все вот эти вещи, я подумал, слушай, как громоздко, вот, слушай, сколько нужно времени, чтобы вот мне окунуться, чтобы мне вот начать это передавать дальше. И я продолжал молиться, мы продолжали молиться с командой, и через какое-то время Бог вот просто показал стратегию, форму, формат, как мы это будем делать. И мы начали это делать, мы запустили, и комната исцеления в церкви – это плацдарм, для того, чтобы создать вот этих учеников, которые пойдут прежде всего в мир. И вот на этом основании у нас появились уже комнаты в городе, и мы мечтаем, чтобы вот в этом городе, или в наших городах, этих мест, территорий, вот таких локальных точек появились сотни. Бог дал пророческое слово, что врачи в городе, они люди в городе, они будут говорить, я знаю место, где могут вам помочь. Поэтому Бог даже дал нам название, Вефезда – это как дом исцеления, место исцеления, дом милосердия. И там Вефезда – место для вас. Что значит место для вас? Это значит, это вот как Иисус сказал, я иду в этот город и место. Я посылаю вас в этот город и место, куда бы сам хотел пойти. И врачи, когда будут видеть таких больных, такие вот смертельные диагнозы, когда они будут сами говорить, и они это говорят повсюду. Послушай, тебе нужно чудо, тебе нужен Бог. И они будут посылать. Они будут посылать вот этих людей, вот этих безнадёг, вот в эти места, вот в эти территории, где церковь, где именно церковь будет становиться этим голосом, голосом пробуждения, голосом исцеления. И Бог там будет двигаться очень мощно. И вот не так давно мы открыли первую комнату исцеления в городе десятки людей. Десятки людей, они идут туда, и каждый из них, он получает исцеление, и он принимает Христа. И люди приходят в церковь, потому что мы открыты. Это территория церкви. Это не просто, вот знаешь, какая-то комната с какой-то там программой или это какой-то проект. Нет. Это распространяется церковь, поместная церковь. Просто она распространяется локальными такими точками, территориями. Это небольшие помещения. Мы берем это в аренду, где может зайти любой человек с улицы, или там сарафанное радио, или медиапространство мы используем. То есть любая реклама. Мы пытаемся войти в больницы и распространить информацию. Мы открываем обычно, вот сейчас вот эту комнату мы открыли прямо напротив городской больницы, приемный покой, вот через дорогу. И я верю, что сейчас люди оттуда, они просто пойдут и будут получать, будут получать исцеление. Сегодня мир нуждается. И я хочу, чтобы весь город, во всех городах, вот это просто распространилось. И я думаю, что это беспрецедентно на данный момент. Нам сегодня нужно расфокусироваться вот со своих внутренних каких-то вот, ну, вещей. Вот получается у вас есть комната исцеления. Это то, что вы делаете в церкви для церкви. Правильно я понял? А Вефезда это то, что для мира, для людей из этого мира. А в чем разница тогда получается? Разница в том, что здесь для нас в церкви, внутри церкви, это, конечно же, мы молимся за исцеление здесь больных людей для церкви. Но через это мы пытаемся развить и насадить вот эту культуру делателей, что мы все можем. И мы как бы, ну, призываем людей в обучение. Мы написали несколько лет назад курс наставничества по исцелению, как вот, как охватить церковь, как смотивировать церковь. То есть мы, Бог показал какие-то стратегии, мы начали делать специальные выезды, мы начали встречаться, ну, с разными лидерами. И просто внедрять вот эту культуру. И комнаты исцеления, они прежде всего для того, чтобы поднять вот этих делателей, которые скажут, да, во мне Христос, и я есть божественное исцеление, я хочу делиться Евангелем вот таким образом. Пастор Сергей, получается, что любой человек, который нас смотрит, он может научиться быть таким служителем, как ваши служители в комнатах исцеления. Да, абсолютно. В этом и есть смысл, что это каждый всякий. Это не значит то, что в этом вся твоя жизнь. Но я верю, чтобы научиться исцелять людей, нужно определенное посвящение. Хотя бы на какое-то время, чтобы вот, ну, столкнуть, вот, чтобы дать этот импульс. Если ты хочешь научиться на велосипеде, на коньках, не просто на коньках ездить, вот как, ну, я не знаю, как коровы на коньках говорят, а действительно, ну, кайфовать от этого, наслаждаться, вот, скользить, вот, получать удовольствие. Нужно потратить время, нужно где-то получить какие-то, ну, шишки набить. И это займет постоянного посвящения. Это не так, вот, раз в неделю, знаешь, я, мы молимся за исцеление, когда пришла проблема. Вот он тебя ставит, это его стратегия. Вот проблема, и твоя реакция на проблему. Но когда мы сами заряжаем, когда мы сами вот начинаем предупреждать, наступать, то ты целенаправленно несколько месяцев, в какое-то время ты посвящен. и ты сталкиваешь, ты даешь вот этот импульс, и люди, погружаясь, они, что, они через их учат определенным очень конкретным методом, определенный очень конкретный опыт, определенное, то есть, время практики. И вот это дает способность человеку получить этот запуск, этот импульс. импульс, и тогда он уже вот, ну, сам уже, конечно, выбирает уровень своего посвящения, но в любом случае он уже выходит на другой уровень. На другой уровень вот в этом вопросе. Он ощутил вот это скольжение, он ощутил вот этот позитивный опыт. Его запустили. И вот комнаты исцеления в церкви, они прежде всего для этого. Не для того, чтобы исцелять людей только, а для того, чтобы запустить вот эти процессы, чтобы человек перестал ходить по кругу. И вот из этих сотен людей мы создаем потоки обучения. Десятки людей в разное время они приходят и молятся там за исцеление. Они проходят обучение, там они проходят практику, и кто-то из них уже идет в город на вот эти вефезды, место для вас, и они уже работают чуть в другом графике. Ну, потому что в городе это работает не несколько часов, как вот здесь в церкви, а там они уже весь день, всю неделю, и нам нужно создать поток волонтеров, которые будут в определенном графике, в определенном режиме встречать, принимать вот этих людей, которые приходят. Пастор, получается, вот пасторы, которые нас смотрят, служители, может быть, исцеления каких-то в каких-то церквях верующие, служители, они смотрят нас, и я правильно понимаю, что они могут вот как-то присоединиться вот к этому движению, обучению, вот к этому опыту вашему, и получить вот эту, как бы связь с вами. Да, у нас вся информация, она у нас на сайте, и специальным образом располагается в эфире, все это вы можете посмотреть. И как это выглядит, то, что, ну, допустим, нас могут смотреть там из Камчатки, там, ну, хоть откуда. Причем сейчас вот один из пасторов у нас, мы как раз с Камчаткой, да, проходит обучение, вот именно по курсу, по курсу исцеления. Мы делаем это через скайп, онлайн, разные опыты, где мы делали собрания тогда, когда мы делаем прямые эфиры, и собирается вся церковь, и через трансляцию мы вот в таком коннекте, контакте также проводим. Здесь вопрос уже техники. Паспорт Сергея, как это влияет? Вот наверняка, наверное, есть какие-то церкви, которые уже с вами не первый год вот соединились, присоединились. Как это влияет на церковь, что они подключаются? Было бы хорошо, если бы мы спросили у этих церквей. Я скажу, конечно же, влияет, конечно, происходит этот запуск, и тогда, когда, вот просто представь, когда молится несколько человек, или когда мы делаем какое-то служение исцеления, проповедуют, и молится какая-то команда, или один человек, или когда молится вся церковь. У нас, кстати, в комнате исцеления исцеляют даже дети. Дети, где мы сейчас разработали специальный курс, где дети в 7-8 лет, они приходят в комнаты исцеления, которые в церкви, и они молятся за взрослых людей, и взрослые люди получают исцеление. А я приехал однажды в одну такую пророческую, прогрессивную церковь в Америке. У нас близкие очень такие взаимоотношения вот с этим пастором, и я приехал туда. Это пророческое, очень такая известное, известное пророческое служение. И до воскресного богослужения, мы приехали чуть пораньше, я увидел детей. Детей 6-7-8 лет. И они ходили и раскладывали, знаешь, вот такие бумажечки на кресло, на сиденье перед воскресным богослужением. И я пастор спрашиваю, а что это происходит? Он мне говорит, это наши детишки, они молятся, получают пророческое слово. И вот для тех взрослых людей, которые придут. И я так еще подумал, ну, классно, слушай. Ну, как бы, ну, да, да, типа, давай, нормально. И ты знаешь, через несколько минут, когда я увидел взрослых женщин и мужчин, которые брали эти бумажечки, я видел, как это слово, очень конкретное слово в жизнь, в работу, в служение касалось. Кто-то просто славил Бога, поднимал руки. Кто-то опускался на колени и плакал. Я был просто настолько потрясен. И я его спросил, послушай, сколько лет ты потратил, чтобы у тебя дети пророчествовали? И он мне сказал, да, десятки. Потому что это вызов. Это вызов. Однажды я перечитывал такую автобиографию, очерк, где Орл Робертс пишет о своем служении, о своей жизни. И он там писал такую вещь. Я 20 лет своей жизни, последних, я доказывал церкви, что Бог исцеляет. Я был потрясен. Потому что в этот момент меня Бог спросил, послушай, сейчас не нужно доказывать церкви, а что ты тогда будешь делать с этой информацией, что я исцеляю? Она будет оставаться информацией, или это станет достоянием и жизнью моего тела? И тогда я почувствовал и я принял этот вызов, что исцеление это не просто служение, это не просто какие-то программы, какие-то стратегии. Это сердце отца. Это Христос в нас. Апостол Павел сказал, теперь не ты живешь, а он. И мы сегодня должны просто получить это озарение. Я ободряю, побуждаю всех, кто сейчас смотрит нас и кто восхищается тем опытом, который происходит, который имеет церковь в Саратове, пастор Сергей, присоединиться к этому, подключиться к этому, принять этот вызов, принять вот это мышление царства, мышление божественного исцеления для себя. И я верю, что ваша церковь, ваши города могут измениться. Мы благословляем вас, дорогие. Пусть Дух Святой употребляет вас и приносит божественное исцеление через вас и в ваше тело во имя Иисуса. Аминь. Более десяти лет назад у меня начались проблемы со зрением. С каждым годом оно все больше и больше ухудшалось. Мне приходилось очки носить постоянно, смотреть вдаль, читать. Я без них уже не могла ничего делать. Смотрела проповеди пастора, я не видела. На ассамблее исцеления утром, когда предложил спикер помолиться за себя, я помолилась за свое исцеление зрения. К концу дня, к вечернему собранию, я обнаружила, что ко мне пришла ясность, я ясно и четко вижу спикера, вижу людей в зале, вдали. Раньше без очков я не видела, было все в тумане. И попробовала прочитать Библию, обнаружила, что без очков я читаю. Вся слава Богу, спасибо Богу за исцеление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова